В этом видеоролике я собрал целый список игр с крутой графикой, которая не требует мощного компьютера. И вы сможете поиграть в эти игры на своем слабом компьютере или ноутбуке и насладиться процессом игры. Приятного просмотра! Первая игра из нашего списка это Mafia 2. Компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, сочетающего в себе автомобильный симулятор и шутеры третьего лица, разработанная чешской компанией. Вторая игра серии Mafia. Сюжет Mafia 2 практически не имеет связи с первой частью, однако существует с ней в одной вселенной. Игра была выпущена в 2010 году на персональных компьютерах под управлением Windows и игровых приставках Xbox и PlayStation 3. Mafia 2 это прежде всего кражи, угон автомобилей, драки, перестрелки, погони и убийства, которые происходят на территории города площадью 25 квадратных километров, где игрок наделен практически полной свободой передвижения. Следует отметить, что игровое окружение реализовано с особым вниманием. Автомобили, предметы, быта, одежда и даже реклама отвечают историческим реалиям. Следующая игра Dishonored. Это насыщенный экшен от первого лица, в котором вам предстоит вжиться в роль убийцы, чьими поступками движет жажда мести. Гибкая система боя позволит вам комбинировать ваши сверхъестественные способности, оружие и необычные устройства, так как того захотите вы, чтобы устранить ваши цели. Преследуйте врагов под покровом тьмы, или обнажите клинок и сразитесь с противником лицом к лицу. Результаты каждой миссии зависят от того, какой путь вы выберете. Место действия Dishonored это промышленный город Дануол, где во мраке теней тесно переплелись паровые механизмы и загадочные потусторонние силы. Главные особенности этой игры представлены возможностью импровизировать и находить оригинальные пути решения задачи, сверхъестественными способностями которыми владеет не только главный герой, но и некоторые противники, и уникальным во всех смыслах этого слова городом. Для того, чтобы комфортно поиграть в Dishonored или любую другую игру и полностью погрузиться в игровую атмосферу, нужна качественная клавиатура, мышь и конечно же наушники. Без этих девайсов ты не сможешь комфортно играть, будь то на слабом ПК или на мощном игровом компьютере. Тем более звуки в играх придают атмосферу, а чтобы их хорошо слышать, нужны качественные наушники. К примеру HyperX CloudX с динамическими динамиками, которые отлично передают звук, и ты сможешь полностью погрузиться в игру. Плюс есть микрофон с отличным шумоподавлением. Или же клавиатура Apple Maker SK61 с четырьмя видами расцветки и надежными свечами. Приобрести игровые девайсы ты можешь в проверенном магазине, который называется Sky & Shop. Оформить заказ можно через Discord, либо же группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании. Магазин надежный, есть живые отзывы от покупателей, так что о гарантии можете не переживать. Все работает честно, без обмана. Весь товар отправляется почтой России с дек и авитой доставкой. Лично я присмотрел себе вот такую игровую мышь Logitech G304. Всего за 2190 рублей. Помимо игровых девайсов в Sky & Shop ты можешь приобрести себе любую одежду. Шапку, куртку, штаны, худи, носки. Все с очень крутыми и стильными принтами. И по низкой цене. Ведь магазин работает напрямую с поставщиками, которые работают над этими производительных фабрик, из-за чего складываются такие цены. В общем, переходи по ссылке в описании и закажи себе любой понравившийся товар. Sky & Shop. Магазин одежды и игровых девайсов. Ну а мы переходим к следующей игре. Том Прайдер. Кросс-платформенная компьютерная игра в жанре приключенческого боевика от третьего лица с ролевыми элементами. Проект, представляющий собой перезапуск серии Том Прайдер, повествует о молодой девушке-археологе Ларри Крофт, попавшей после кораблекрушения на таинственный остров. Основная концепция игры состоит в смене эмоционального образа протагонистки, которой необходимо сражаться в условиях дикой природы. Геймплей проекта строится на схватках с врагами. Решение головоломок и изучение мира. К основным игровым новшествам относятся появление системы укрытий, побочных квестов и мультиплеер. Корабль, на котором путешествует молоденькая расхитительница гробниц, попадает в мощный шторм. В итоге судно терпит крушение. На утро Лара Крофт очухивается от морской тряски и обнаруживает, что попало на загадочный японский остров, набитый под завязку всякими мистическими существами и руинами. Теперь от нашей юной и неопытной героини требуется лишь одно – выжить любой ценой, на проклятом клочке суши и при удачном сечении обстоятельств выбраться с него. Kingdoms of Amalur Reconning Однопользовательс Королевая Игра Разработана Big Hook Games и 38 Studios, которые также издали игру с Electronic Arts. Это была единственная игра, выпущенная 38 студиос, до того, как они подали заявление о банкротстве. Сюжетная тропа расстилается по открытому фэнтезийному миру, разделенному на 5 регионов, каждый со своим укладом жизни, архитектуры и сопутствующей флоры и фауны, чисто внешне Amalur напоминает яркую смесь, состоящую из сказочного Альбиона. Среди руин и остатков цивилизации тут всегда можно найти стандартный паёк ролевика, груду монстров, в числе которых тролли, кабальды и огры, и обязательный лут, состоящий как из денег, так и из оружия, брони и прочих необходимых походах вещей. В игре представлены 5 различных регионов, 4 играбельные расы и 3 дерева классов, с 22 способностями на каждое. Выбор расы влияет на внешность и базовые навыки персонажа. Игра использует уникальную систему судьбы, посредством которой игрок, чтобы открывать различные судьбы, может развить дерево умений, являющиеся системой классов. Боевая система основана на современном нажатии клавиш, то есть подобно экшен-рпг, с быстрым геймплеем и сменой событий, как например серия игр God of War. Следующая игра это State of Decay. Компьютерная игра в жанре survival horror с открытым миром. Разработана студия Undead Labs. В State of Decay игроку предлагается взять под управление группу выживших во время зомби-апокалипсиса и обеспечить их спасение, занимаясь в том числе поиском припасов, обустройством лагеря и передвижением по миру в окружении множества агрессивных зомби. Хардкорный зомби-экшен с полной свободой действий и открытым миром. В отличие от других представителей жанра в State of Decay основной упор сделан не на отстрел ходячих мертвецов, а на выживание. Игроки смогут строить сторожевые башни, баррикады и другие сооружения для защиты от зараженных. Еда, вода, оружие, крыша над головой и боеприпасы. На этом разработчики сделали особый акцент. Поэтому игроку придется постоянно обыскивать магазины и заброшенные здания. Также можно найти группу других выживших, продать им свои ресурсы или наоборот что-нибудь купить. Но на этом взаимодействие с NPC не ограничится. Главный герой сможет объединиться с ними. В отличие от игр наподобие Led for Dead и Dead is Land, где основным занятием игрока является истребление зомби, State of Decay уделяет больше вниманию выживанию, скрытности обеспечиванию игрока ресурсами и продвижению по игровому миру. Need for Speed Shift. Компьютерная игра серии Need for Speed в жанре автосимулятор, разработанная Slightly Mad Studios и Electronic Arts Bright Light. Причем это действительно симулятор, а разработчики в Shift отказались от вездесущей аркадности и сделали ставку на реализм. Стритрейсерская кухня и сопутствующие декорации уже сданы в утиль. Вместо этого разработчики уделили больше внимания поведению машин на трассах и их характеристикам. Детально воссозданные кабины спорткаров тоже неотъемлемая часть Shift. Видимо, тот старый стритрейсинг окончательно изжил себя. Помимо многопользовательского режима, игра содержит классический режим карьеры, рассчитанный на одного игрока. В нем нашлось место не только набору из разных типов соревнований, но и спецзаданиям, которые гонщик получает во время заезда. Например, игрока могут заставить обогнать какую-то из машин на трассе. Также есть и накопление денег с целью купить новое авто. И если ты фанат Need for Speed, то советую поиграть тебе в эту игру. Deus Ex Human Revolution. Компьютерная игра в жанрах стелс-экшен и экшен-рпг, выполненная в стилистике киберпанк. Разработана компания Adas Montreal и выпущенная компанией Square Enix. Игра, совмещающая жанры стелс-экшен, экшен-рпг и шутер от первого лица, представляющая игроку выбор стиля прохождения. Локации игры также обладают разными путями достижения конца уровня, выбор которых предоставлен игроку. Основной игровой механики игры являются биомеханические импланты, которые добавлены в тело главного героя с самого начала игры. Тем не менее, большая часть находится в выключенном состоянии, так как мозг главного героя игры Адама Дженсена не в состоянии сразу контролировать все импланты, поэтому в игре имеется возможность постепенного подключения нужных имплантов с помощью так называемых программных пакетов Praxis, которые игрок может получить при достижении нового уровня, купить или найти в тайниках, спрятанных в различных местах локации. Без имплантов главный герой обладает базовым набором умений. Это стрельба из огнестрельного оружия, рукопашный бой и использование укрытий. Действие игры происходит за несколько десятилетий до события Deus Ex в 2027 году. Mass Effect 2 Компьютерная игра в жанре ролевого боевика разработана канадской студией и выпущена американская компания Electronic Arts в январе 2010 года. Это вторая часть серии Mass Effect, являющаяся непосредственным продолжением первой игры. Ее действие происходит в галактике Млечный Путь в 22 веке, когда человечество, осваивая космос, сталкивается с враждебным инопланетным видом, коллекционерами, подконтрольными жнисами. Главным героем является капитан Шепард, опытный офицер космического флота Земли. Игроки имеют возможность перенести сохранение из предыдущей части, влияя таким образом на сюжет игры. Мир Mass Effect условно представлен картой галактики, которая используется для перемещения по миру. XCOM 2 Пошаговая тактическая компьютерная игра, разработанная в Phyrexis Games и выпущенная в 2016 году. XCOM 2 является продолжением XCOM Enemy Unknown. Если XCOM Enemy Unknown предлагала игроку оборонять планету с земля от только начавшейся вторжения пришельцев, то XCOM 2 показывает мир, в котором пришельцы выиграли войну. И после их победы прошло уже 20 лет. На земле установлен тоталитарный режим. И возрожденная организация XCOM действует уже как подпольное повстанческое движение, как и в предыдущей игре. Игра получила высокие оценки критики и была номинирована на ряд наград. В 2017 году к игре было выпущено дополнение. И последняя игра из нашего списка это Bioshock 2. Фантастический шутер от первого лица с элементами RPG. Является продолжением Bioshock, разработанная другим подразделением. Игра вышла 9 февраля 2010 года. В подводном городе, который называется Vastork, игрок примет роль первого большого папочки. Прототипа всех будущих моделей, так называемого объекта Delta. По сравнению с серийными моделями, Delta обладает собственной волей и может использовать плазмид и оружие одновременно. В самом начале игры доступно лишь одно оружие. Знаменитый бур, обладающий наибольшим уроном в ближнем бою, среди всего арсенала. Ну вот и все, это был топ 10 игр для слабого компьютера или ноутбука с крутой графикой. Я надеюсь, что вы из этого списка нашли для себя игру, в которой хотели бы поиграть на своем слабом ПК. В комментариях можешь написать, какая игра из этого видео тебе понравилась больше всего. Лично меня заинтересовала Mafia 2, я бы в нее точно поиграл. И кстати, на моем канале есть еще одно видео с топ 10 игр для слабых ПК. Если ты еще не смотрел, то кликай по подсказке и смотри. Думаю, ты найдешь себе еще пару игр. Всем спасибо за просмотр, с вами был Симон и всем пока. Симон и всем пока.